Здравствуйте! Вчерашний дождь, что начался вечером, продолжался всю ночь и вновь наполнило ручей. Погода замечательная, поднялся туман, но скоро капельки влаги исчезнут под лучами восходящего солнца. Бонифаций, как всегда, около пруда, пытается кого-то или что-то поймать. Вероятно, водяную полёвку, которую я вчера видела, проплывающую вот здесь за кустами, это довольно-таки большой зверёк размером с крыску, приятного коричневого цвета, с маленьким хвостиком. И, скорее всего, Бонечка тоже понял, что у нас здесь нежданный гость. У гостя есть такие милые привычки, как выкапывание норок, из-за чего почва иногда начинает проваливаться. Ну и любит полакомиться чем-нибудь вкусненьким, типа моих крокусов в огороде. Ну, зверюшка симпатичная, плавает превосходно, поэтому для зверя не жалко. Из-за тепла повсюду стали выползать улитки. Сколько же их сегодня! Приходится очень внимательно смотреть под ноги, передвигаясь по участку. Ну, не только потому, что образовалась слякоть и до сих пор ещё не может просохнуть, ну и потому, что повсюду вот эти вот симпатяги. Они проснулись и отправляются погреться на солнышко, которое скоро поднимется выше и согреет землю. И постепенно начинают набирать силу бутонов. Нарциссов, вероятно, сегодня они уже распустятся. Да, в такую погоду дома не усидеть. О, а это подал голос вяхер. Да, заунырные звуки, пением это не назовёшь. Это лесной голубь. Они очень часто бывают у нас в деревне, но я ни разу не видел его близко. Зато звук его голоса раздаётся так, что спутать ни с чем невозможно. Да, в такую погоду только за грибами идти. Вот сморчки, которые стали произрастать у меня на клумбе по непонятной причине. Видимо, с каким-то из лесных растений я притащила грибницу. И с каждым днём им всё больше. Совсем маленькие появляются на клумбе по центру. Ну, вон они, целых три штучки. А в лесу меня наверняка ожидают строчки. Я уже успела их отведать. Если что-то соберу, то непременно предложу кому-нибудь из соседок. А потому возвращаюсь в избушку, переделываю все свои дела по дому. И, как обычно, в сопровождении собак отправляюсь в лес. Удивительно, но Мурлок пока ещё не показывался. Бонифаций выдворён в комнату. А вот тебя, Карька, я предпочла бы оставить вместе с ним. Моя красавица сегодня с утра немножко прихрамывала. Но отправляться в избушку не изъявляет ни малейшего желания. Слушай, ну ты можешь остаться на улице? Зануть-то мотаться не стоит сегодня. Я сейчас зайду к Минке, посмотрю, как у неё делишки, и отправлюсь уже оттуда. Сколько же улиток сегодня повсюду. Ну чего, определяйся, малыш. Давайте я дома лучше оставлю. Перепрыгала ты вчера по плотинкам, по бобровому. Нечего сегодня усугублять. Отдохнёшь. Да, я думаю, лучше остаться и поспать. Бонька, наверное, уже залёг. Он сегодня потру успел наскакаться. Под дождём поникли. Ой, проговорили про цветочки, попили кофейку. Полюбовалась на потрясающий раритетный чайничек. Купленный у старьёвщика, но через интернет. А всё-таки, ты знаешь, мне очень нравятся вот эти вот барахолки. Обычно, где продаются старые вещи. Ой, я на таких обычно не бываю, и хорошо. Да, потому что оттуда уйдёшь и без гроша в кармане. И через интернет вон это? Ну, через интернет ещё можно остановиться. А вот когда приходишь куда-то там, Типа вернисажа, который был в Измайлах. Я же все аммониты на аукционах в интернете купила. Вон стоит. Это называется «Остапа понесло». Нет, я в таких случаях остановиться не могу. Хочу сверху обозрить, как там у тебя клумба обозначается. Ну, давай, надо ещё кузнечиков. Кузнечиков? Ну, сходим, проверим сейчас. Да, кузнецы у Ники появились великолепнейшие. Ой. Какой воздух, какой простор. Но вяхеря здесь не слышно. А у меня он сегодня всё утро разливался. И вот появились первые клумбы. Помнится, я распускала бензопилой старую ольху, которая здесь свалилась, ещё перед тем, как начали ставить забор. Господи, это было два года назад. Даже не верится. И вот теперь здесь клумбы. Ой. Ёлочки. Дуй. Чего здесь только нет. И даже, я смотрю, черемша появилась. Кстати, цветёт она весьма декоративная, с симпатичными белыми цветочками. Ну, у меня её будет ничуть не меньше. Здорово. Ну, сейчас зайдём в совешню, а потом я отправлюсь в лес. А вот и новая полочка. Как же мне нравится этот плющ. Необычный. Бедный страдает. Много страдал. Я специально это из кромсала. Зачем? Ну, типа, состарила. Ну, всё, теперь надо ждать, Артём должен привезти морилку и сделать вторую. Пока нет морилки, не будет полки. Да, ну, полка, конечно. Антиквариат. Ну, в современных кронштейнах. Дочек уронил эту саму, и с неё караб сыпалось, надо приклеивать. Да ладно. Угу, увидишь. Бедняжка, дай посмотреть. Ну, вот. Он с неё сколько снял? Она эта. Кошмар. Ну, у меня момент есть. Я взяла вон какой-то момент. А есть специальные моменты для дерева. Нет, у меня специальные для дерева. Давай мне это для дерева. Ну, только это самое, ты весь не трать. Мне ничего. Пригодится, скорее, снова вырезать начну. Я его применяю, когда у меня какие-то трещинки образуются. Ух, красота. Наряди у меня тыкалки. А зачем такие тыкалки? Не знаю. Тыкать. Это орудие защиты. Орудие тыкания. В общем, садизм какой-то. Нет, топорик мне не нравится. Прелесть. Нет, к месту, к месту, Саламандр. Надо было на эту дверь вешать. Ну, не знаю. Если сделать что-нибудь аналогичное на эти двери, можно было бы попытаться. Надо в том же купить стиле. Мы дарили почти, дарили. И где эти зеленые хищники? Один его на второго. А, вижу второго. На этого. Ой, ты же полетели. Самый застрессированный кузнечик на свете. До чего ты брукаешься? Это они так порхают? Это она так пугает. Ай, и кусает. Ух ты. Вот это да. Хочешь поделать? Ай, еще. А ты говоришь, они кусаются? Да. Давай. Давай. Ай. Ну, руку подставляй. Да. Завтрак. Зелененькая. Да, жалко, что у нас такие не водятся. Они бы сожирали весь твой урожай. Вообще они тропические. Классно. Царапучие лапки такие. Размеры. Слушай, ну, сантиметров 13, по-моему, да? Не знаю. Ты не измеряла? Нет. Ай. Все. Пойдет. Клевым, напавшим иголкам. Маскироваться. А ну, второй. А потом тебе принесу новый. Что-то они не общаются. Вообще эта самка, там самец. Ну, возможно, не тот период. А что, возможно какое-то потомство? Ну, надо так им ведерко с грунтом поставить. И потом, не знаю, в этих террариумах они размножаются, спариваются. Но там объем ограниченный. Они просто не могут мимо друг друга пройти. А тут я не знаю, как они в природе же как-то находят друг друга. А они какие-то звуки издают? Я не слышала. Ну, вот. Классно. Эх, хорошо тут у тебя. Но надо бы я сбежать. Влечет. Я тоже хочу. Ну, а чего? Пошли в такую погоду. Нет, я с тобой не пойду. С тобой собаки. Ну, пожалуйста. Я буду в другую сторону. Карька дома осталась. Лапка болит. Вчера поплотила. Ты тогда ушла из леса? Я шла позже тебя на час где-то. Они все еще в лесу были и там кого-то кошмарили. Там и Радик кого-то кошмарил. Я слышала. Ну, это они около вырубки остались. Да белки, наверное, как всегда. Ну, Родион может тяпкать, не переставая много часов. Не, ну, красота. Вот такие лучи нашелся. Он спикировал с полки, чуть было не задев меня по голове. Прячься. А, прячься. Вот если я сейчас подойду, он точно начнет прятаться. Опа. Я присела. Привстала. Ай. Спрятался. Лучезара Реофина. Слушай, я думала, он сейчас мне голову отканется. Не, он же так. Ой, здорово. И увидела еще одну потрясающую вещь. Дай покажу. Аксалотль, говоришь? На депринтере напечатанный. Классная штука. А как глинит. Аксалотль. 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 И я у меня на депринтер. Аксалотль. 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 ну вот я и в лесу поздоровалась со своей любимой березкой всегда так делаю когда вхожу в этом месте естественно попросила послать мне грибочков ну вот и они да если так дальше дело пойдет то собирать их сегодня будет не совсем интересно ну что ж начнем тихую охоту а он еще один лес страна чудес как мне здесь здорово пошла до березовой рощи когда мы сюда приехали в 1883 году через эти деревца невозможно было прорваться а сейчас тут настоящий березовый лес дазинка и наступи на грибочек пакет начинает постепенно наполняться но более крупного экземпляра чем этот я еще не находил в этом году собственно у меня выход за грибами всего лишь 2 и вот тут на березне я увидела очень интересные лишайнички а может это мог но первый раз такие вижу невероятно он начинает свисти кто он не знаю любопытно было бы выяснить да аська везуха у нас грибами то ну что ж будем продолжать а вот и кукушка звонка разносится и голосок ну вот я хаська слушать буду слушать но мы пришли за грибами будем совмещать и то и другое продолжая двигаться по лесу под пене кукушки и любую зналой шапочки саркосыфы сколько же и здесь целые поля но не востребованы ника ей точно присытилась мне она ни к чему а наши местные обитатели даже не подозревали до недавнего времени что-то грибок съедобен а экземпляры действительно достойны уважения и сколько же и скрывается под листьями ну что ж пусть остается меня интересует вот такие грибочки внезапно узрела очередной строчок до сегодняшний поход в лес весьма и знаменателен тем чтобы грибов становится все больше мне еще предстоит достаточно долгий поход и надеюсь что мой пакет будет наполнен до верху но если даже нет не так это и важно ради кашка как я любители водных процедур вот остановились около лесного ручейка который совершенно исчезает летом когда наступает жара и собаки принимают водные процедуры эх карька сегодня дома осталось ничего залечит лапку и мы еще заставим это великолепие ну а я между тем собираюсь перебраться на другую сторону и отправиться туда где много гнилых осин упавших на землю под бурными ветрами уж там обычно грибов было полным полно но посмотрим что в этом году пока мы рыскали под эбрем выглянуло солнышко все вокруг заиграла заблестела роса и капельки на деревьях аська и радик уже мокрый вдрызг а между тем позвонила беру не наш почтальон и сказала что будет через сорок минут и я ответила что не успею добежать меня придавило грибами телячий восторг да радик я тоже его ощущаю потому что грибов действительно полно но слава богу ника еще не ушла и поэтому встретит посылки которые предназначены около моего дома поскольку они как всегда отправлены на моё имя но я приду и посмотрю что же там собственно оказалось ну а пока продолжаем процесс такой я брать не будет я уже обнаглела я сюда непременно вернулся вышли на восковольку и остановилась услышав странные звуки странно такое ощущение что огромные стаи птиц причем непонятно каких что же плюнуть на все вместо того чтобы отправляться в деревню ринуться посмотреть не любопытно стоило пройти буквально десяток метров и все стихо эх ладно почавкаю к дому поскольку пакет уже почти полон и пора возвращаться интересно кто бы это мог быть впрочем если бы я пошла туда вместе с радиком аська они наверняка всех спугнули до того как я успела снять ничего видим еще много интересного но пока топать все нагулялись дошли до опушки леса добычу упакованного рюкзак что тащить было удобнее к тому же надо освободить руки потому что на окраине деревни я приметила куст серебристой ивы которая мне необходима для продолжения плетения симпатичная полосочка будет великолепно смотреться на новиной на новой некиной корзинке которые я вчера знал ас эх красота лепота как всегда не охота уходить но единственное что меня стимулирует помимо ивы это узнать что же находилась тех посылках которые вера уже успела ники передать как выяснилось пойду посмотрю уже оказавшись в деревне услышала новые звуки да планета у меня сегодня такая слушать музыку весны и песнопения и вот я благо что в сапогах спустилась к нашему деревенскому обмельчавшему пруду и вижу следующее здесь свадьба лягушек сколько же их тут отовсюду блестят глазенки лосница шкурка и все это сопряжено с великолепной музыкой весны да тут мелководье жарко настоящий бассейн какое милое мурчание ну это конечно не соловийная трель но скоро мы услышим о слове потому что весна наступила и это здорово а к тому же этот прудик еще примечательно не только тем что мы с девчонками когда-то здесь купались машка ныряла вон с того берега там были мостки вообще-то было гораздо глубже но тогда это елочка была совсем маленькой но она знаменательна помимо того что выросла здесь давным-давно еще и тем что под ней в норе жили бобры и вот эти вот прутья казалось бы где пруду это тоже их плоды жизни деятельности а к тому же здесь оказалось огромное количество обгрызанный в прошлом году и вы которая дала великолепные побеги я непременно сюда вернусь как можно скорее но пока у него есть материал сегодня я тоже набрала небольшую охапочку но какие стебли великолепные да если бы не лягушки будут сейчас не оказалась так что спасибо вам царевны и царевича ну а я пожалуй пойду я дома ну первым делом отперла дверь но еще не заходила в избу решила для начала распаковать свои трофеи шикарные решайнички немного чаги как всегда лосиные сувениры от охотничков разумеется грибы кстати насчет грибов и пол дороги по лесу ломала голову кому бы их преподнести дело в том что мои соседи очень охочи до подобных грибочков которые здесь называются бабками но своих деревенских и обеспечить успею всегда а вот то что завтра автолавка это действительно знаково ребята настолько изматываются на своей работе что им не до походов в лес а от такого деликатеса они точно не откажутся поэтому оставлю грибы до завтра и вручу их со своим благодетелем на желтой солнечной машинке сейчас надо быстренько снять одежду на предмет обнаружения клещей ну вот одна тварь ползет сколько их на мне еще никому не известно но прежде надо пройти в избушку и посмотреть как оно там мурлопедюненький то не ночевал я собственно с утра слазила на чердак его не обнаружила так а это те самые посылки их доставили к моему дому ну ну чувствую сегодня не бросать интересно что-то состоится время заняться своей корзинкой так открываем дверь когда-то это был шампур от электро шашлычницы и вот меня встречают мои хвостаты да 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 я ходила без тебя мой хороший надеюсь твоя лапка получится иди загорали все ребят гулять так а мурлока наверное не забрала когда приходила ничего страшного скоро она появится я узнаю что же тут без меня состоялось но это будет уже другая история а сейчас я с вами прощаюсь и иду переодеваться потому что взмокло неимоверно ну что ж прогулка с того стоило вернулась добычей как всегда до свидания